Давайте начнем с того, что сортируем наш массив. Как вы помните из теории, отсортировать им нужно по отношению стоимости к весу. Для этого есть специальная процедура, которая называется SORT. Процедуре SORT нужно как-то объяснить, как сравнивать два объекта. Для этого есть два метода. Либо можно передать вот сюда компаратор, либо можно в сам объект item добавить метод, который сравнивает item с другим item. Сейчас мы их оба покажем, чтобы было понятно. Итак, первый метод — передать сюда компаратор. Просто вот сюда вторым параметром передаем новый компаратор, который сравнивает два item. Смотрите. Компаратор — это такой объект, у которого есть ровно один метод. Он получает два объекта и должен сравнить их, сказать, какой из них меньше, какой больше. Он, я уже когда-то говорил, по-моему, возвращает отрицательное число. Если первый объект меньше, положительный, если больше, и нолик, если они равны. В нашем случае нужно сравнить два объекта по отношению стоимости к весу. Давайте я сначала по-простому так и напишу. Вот у нас будет первое отношение будет равно O1 cost поделить на O2 cost. Я написал неправильно, сейчас я исправлю. Второе. О, нет. Я написал неправильно, потому что деление происходит нацело. У нас все числа целые, поэтому деление происходит нацело. Чтобы это было правильно, нужно, например, привести первый параметр к W. После этого деление будет вещественное. Отлично. Теперь давайте сравним два дабла. Для этого в классе double есть прекрасный метод compare. Давайте так отсортируем, посмотрим, что получилось. Вот мы видим, что отношение у первого предмета равно 2, у второго 3, а у третьего 4. То есть он отсортировал, а отсортировал по возрастанию. Если мы хотим отсортировать по убыванию, нужно, чтобы компарат возвращал обратное значение. То есть, например, поставить сюда минус. Теперь возрастает по убыванию отношение стоимости к весу. Это как раз то, что нам нужно. Теперь, как и обещал, давайте я вам расскажу, как сделать то же самое с помощью метода интерфейса Comparable. Нужно вот здесь, в классе item, добавить строчку Implements Comparable. Comparables Item. Это нам говорит, что объекты класса Item можно сравнивать с другими объектами класса Item. И здесь нужно добавить метод Comparable. Давайте перенесем просто вот эту логику вон туда. Сейчас заберу это отсюда. Так, это будет наш кост и наш вес, а это его кост и его вес. Ну, давайте проверим. Давайте вот это, я пока удалять не буду, во всякий случай. Добавлю просто строчку. Вот так. Давайте запустим. Вот видим, опять сортировались так, как надо, по убыванию отношения стоимости к весу. Если у вас реализованы два метода Comparable, один внутри класса, а другой в компараторе, то будет реализовываться, который в компараторе. То есть, если у меня вот здесь сортируется по убыванию, а вот здесь по возрастанию, и я передам в явном виде компаратор, то он использует компаратор, который я явно передал. Видимо, сортируют по возрастанию. Это сделано для того, чтобы можно было, например, вот здесь сделать какое-то сравнение по умолчанию, то есть такое, которое чаще всего используется. Но если хочется сортировать по другому параметру, то можно было бы это сделать с помощью передачи в явном виде компаратора.